Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию изготовление декоративной тарелки из ольхи. Несколько дней назад я склеил два щита в своих ваймах и вот сейчас хочу выточить эту тарелку, одну из тарелок. В данном случае формируется задняя часть тарелки, то есть изнанка. Мне необходимо проточить середину для того чтобы потом в этой середине акцентровать тарелку с помощью... с помощью планшайбы. Вот в данном случае делаю вот это самое углубление под планшайбу. Хочу напомнить планшайба диаметром 130 миллиметров, поэтому мне надо точно выполнить эту задачу, максимально точно. Углубление делается небольшое на 3, максимум на 4 миллиметра. Дело в том, что щит, толщина щита небольшая, в чистоте будет где-то 25 миллиметров, может быть 26. Шурупы должны быть короткие. Дело в том, что закручиваются шурупы и с лицевой стороны, в данном случае закручены с лицевой стороны. Шурупы входят в древесину на глубину 10 миллиметров. Толщина планшайбы тоже 10 миллиметров, формируется внутренний край тарелки. Древесина очень рыхлая, точится легко, но качество обработки низкое, потому что она очень-очень рыхлая и мягкая. Приходится много вышлифовывать. Сначала грубой наждачкой, а затем перехожу на среднюю и на мелкую, чтобы чистота обработки была соответствующей. Пыли очень много, поэтому стружкоотсос очень эффективно работает. Я его почистил перед этим, я имею ввиду фильтр почистил и он стал намного лучше работать. Фильтры иногда надо чистить не иногда, а регулярно чистить у стружкоотсоса. От этого зависит его эффективность работы. Сейчас я уже перевернул, начал формировать лицевую часть. Делаю маленький бортик по самому краю. Декоративный бортик. Хочу сказать для начинающих, в данном случае шурупы у нас расположены с той стороны и они не должны коснуться стамески, поэтому тут надо соблюдать аккуратность и не проточить лишнее. С другой стороны у нас с лицевой стороны тоже были закручены шурупы на глубину 10 миллиметров и вот здесь должна быть золотая середина, то есть не зацепить те шурупы, которые сейчас в данном случае удерживают тарелку и источить маленькие гнезда от тех шурупов, которые с этой стороны были. Сейчас формируется бортик, внутренний бортик. Эти бортики очень хорошо украшают тарелку. Она действительно становится художественной, декоративной. Чем тоньше слой, тем чище обработка. Стамески должны быть очень острые, потому что если тупая стамеска, она вообще будет оторвать страшное дело. Вот это в данном случае у меня самодельная стамеска. Я ей пользуюсь очень редко и в исключительных случаях. Ее ширина буквально 5 миллиметров. Если обычная стамеска мне не позволяет залезть в маленькое отверстие, я эту стамеску использую активно для этих целей. Сейчас в работу вступил месель. Он более чистый, потому что у нее площадь довольно большая, поэтому захватывает аккуратно и выполняет свою работу. После полукруглой стамески чувствуется разница в работе. Токарная работа подходит к концу. Скоро начнем процесс шлифовки. Новые станки STD120 именно вот этой модели. Когда нажимаешь кнопку стоп, они мгновенно тормозят, останавливают заготовку. А этот станок в данном случае ему больше 30 лет, поэтому у него уже вся эта система исчезла. Поэтому она не работает. Приходится с помощью стамески тормозить, чтобы быстрее остановить. Сейчас идет обработка наждачкой, довольно грубой наждачкой, потом более мелкую возьму. Точится. Очень приходится много вышлифовывать, по той причине, что мягкий и очень рыхлый материал. Шурупы буквально на 10 мм входят в дерево, потому что если их сделать более длинные шурупы, то тарелка не получится. 8 шурупов, 8 шурупов 4 на 20 мм, но высовываются они из планшайбы только на 10 мм. Но этого вполне достаточно, чтобы удержать такой диск, будущую заготовку для тарелки. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот это у нас изнанка. Вот это лицо. Диаметр 230 мм. Ровно 230 мм. Эти маленькие отверстия можно зашпаклевать или заклеить. Тарелка готова. Осталось ее покрасить и покрыть лаком. Всего хорошего. До свидания. 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 Продолжение следует...